Вы смотрите Израиль за неделю. В воскресенье на еженедельном заседании правительства было принято решение о мерах по декриминализации использования марихуаны. Согласно предложению Министерства внутренней безопасности и юстиции, человек, пойманный на употреблении марихуаны в общественном месте, должен подвергаться штрафу, а не уголовному преследованию. Штраф будет составлять 1000 шекель, это чуть более 250 долларов. При повторном задержании он будет удвоен, в третий раз нарушитель окажется под наблюдением властей, но после относительно краткого срока будет полностью свободен. Лишь в случае четвертой поимки будет возбуждено уголовное дело. Средства, полученные от штрафов, будут направлены на программу просвещения по вопросам наркомании. Отмечается, что Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, где декриминализовано употребление марихуаны. Израиль также является мировым лидером в области изучения каннабиса в медицинских целях. Сейчас с нами на связи депутат Кнессет от партии Ликуд Шарен Аскель, который активно поддерживает меры, принятые на этой неделе правительством госпожа Аскель. Добрый вечер. Добрый вечер. Премьер-министр Бенемин Танягу заявил, цитирую, в этом вопросе нужно быть осторожным, при этом шагать в ногу со временем. Что, по-вашему, имел в виду лидер вашей партии? В первую очередь, это важный шаг на пути к реализации тех задач, о которых мы говорим в последнее время. С одной стороны, мы хотим упростить отношение государства к тем, кто потребляет каннабис, при этом правительство, конечно же, заинтересовано в снижении количества таких людей. Мы также, естественно, хотим, чтобы как можно меньше граждан употребляли наркотики или алкоголь. Новые правила предусматривают существенное послабление в этом вопросе. Например, изменение правил открытия уголовных дел и судебного преследования за каннабис. Что касается медицинского каннабиса, то мы продвигаем в данный момент масштабную реформу в этой области. Уже скоро в Израиле каннабис в лечебных целях станет более доступным. Новый закон четко определяет правила хранения выдачи по рецепту врача и в каких случаях нуждающийся в медицинском каннабисе пациент сможет его получить. Эта реформа также затронет и фермеров, выращивающих каннабис в медицинском каннабисе. Этим проектом занимается Министерство здравоохранения. Что касается вопроса декриминализации марихуаны, то он преследует другие цели и задачи. Речь идет о людях, которые употребляют марихуану. Кто-то каждый день, кто-то раз в неделю или месяц. Это что называется постоянные пользователи. На сегодняшний день закон предусматривает для них наказание до трех лет тюрьмы. А мы ведь говорим о частном использовании. Человек может оказаться за решеткой, даже если попробовал марихуану всего один раз. Как показывает опыт, подобный закон неэффективен и никоим образом не привел к снижению количества пользователей марихуаной. Поэтому нужно действовать другими способами, например, через систему образования. Неужели кто-то думает, что тюремный срок может заставить людей массово отказаться от марихуаны? Как показывают различные исследования, этого не происходит. Эти люди не станут в один день законопослушными гражданами, испугавшись тюрьмы. Поэтому в данном случае нужен другой подход. Шэрон, вам не кажется, что есть некий абсурд во всей этой истории? С одной стороны, вы, депутаты КНЕСТа, правительство, предлагаете упростить наказание для тех, кто пользуется марихуаной. Один-два раза, неважно. А с другой стороны, вы же говорите, что нужно максимально снижать количество людей, которые так или иначе могут пристраститься к наркотикам и тому же курению марихуаны. Прежде всего, давайте разделим два понятия – легализация марихуаны и декриминализация. В первом случае, вы можете просто зайти в обычный супермаркет и купить все, что пожелаете, в любом количестве и в любой форме. Мы же говорим об упрощении наказания за употребление марихуаны. Это по-прежнему остается нарушением закона, но не уголовным, а административным преступлением. А как известно, административное нарушение наказывается штрафом. Если вы переходите на красный свет, вы получаете штраф. Вас же никто не отправляет за решетку. Это то, что мы хотим сделать в вопросе марихуаны. Шаран, скажите, а что вас лично движет вот в этом вопросе? Вы принимали участие в демонстрациях за легализацию марихуаны, и вы активно продвигаете разного рода инициативы и поддерживаете, собственно, решение Министерства внутренней безопасности. Есть что-то личное или это забота об обществе? Главным катализатором всей этой реформы и новых правил является наше желание упростить жизнь гражданам. Количество открываемых дел за употребление марихуаны еще недавно достигало 50 тысяч в год. Благодаря внесенным еще ранее нами изменениями, эта цифра резко сократилась и сегодня составляет порядка 18 тысяч. Абсолютно нормативные граждане, которые работают, платят налоги, служат в армии, вдруг в один момент оказывали за решеткой только из-за того, что попробовали один раз марихуану. Их тут же ставили в один ряд с тяжелыми уголовниками, которые сидели за убийства, изнасилования и серьезные экономические преступления. В подобных мерах нет никакой логики. А ведь такие подобные штампы уголовника потом мешают людям продвигаться по карьерной лестнице. В Израиле бывший уголовник не может работать врачом, учителем или адвокатом. Им даже не позволяют усыновлять детей. А все потому, что эти люди однажды переступили закон из-за того, что попробовали марихуану. И никто не будет вникать, за что именно человек отсидел за решеткой. Ему просто не будут доверять. Именно поэтому наказание за такой вид преступления должно быть исключительно административным, а не уголовным. Понятно, да. Чтобы не было записи потом, в будущем. Шарен, я недавно, где-то год назад, я был на форуме, который был большой форум, Канатэк назывался, в Тель-Авиве. И там, среди участников этого форума, было очень много израильских фермеров, которые в основном на юге Израиля. И вот они говорили, дайте нам возможность выращивать марихуану в лечебных целях. У нас огромные плантации, природные условия позволяют. Что вы, как законодатель, можете ответить этим людям? И Израиль может превратиться в такого главного поставщика в другие страны, именно лечебного каннабиса? Это тоже часть реформы. До сегодняшнего дня в Израиле было всего лишь 8 фермерских хозяйств, которые имели право выращивать каннабис для последующей его продажи в медицинских целях. Мы расширили этот список и внесли в него дополнительно 22 фермера. И есть немало других, которые хотят заниматься выращиванием марихуаны в лечебных целях. Мы также намерены открыть возможности для экспорта израильского лечебного каннабиса в разные страны. В первую очередь от этого выиграют те, кто срочно нуждается в лечебном каннабисе. Депутат Гнаста от партии Ликут, Шара Наскель, большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам.